В Европе есть два способа основных, когда уничтоживаться все, утилизироваться. Способ первый, еще получить какую-то энергию из него и потом утилизировать. А способ второй, просто утилизировать. Просто утилизировать, значит сушить, что требует много энергии. И потом сушеную иль брикетировать, маленькие брикеты, и сжигать, например, на цементных заводах. Но это убыточно, очень убыточно, потому что цементные заводы, надо понять одно, вот эти прессованные брикеты, они вредные. Сжигать это эмиссия, это бибросы. Поэтому эти цементные заводы, им платят еще деньги, чтобы они приняли это и сжигали у себя. Это первое. Второе, есть квоты, только определенный объем в год разрешается вообще так сжечь. Поэтому второй способ, это через биогазовые установки. Там можно получить еще энергию, в основном электроэнергию и тепло. И после этого, так называемый остаток вывозится на поля. И просто в виде, в кавычках, удобрения выврасывается. Это тоже очень вредно, и с первого января следующего года это запрещают в Японии. Потому что в этом остатке, там бродит все. И самое страшное, даже не тяжелые металии, а самое страшное, вот эти вирусы, они живут там, где у них это вообще идеальное пространство. Это же биогазовое там же. За что вирусы все работают. И они спальчиваются с очень многими выделениями от медикаментов, людей, лекарства, химия. И образуются новые виды мутантов, скажем так, очень многие. И еще при этом мультиустойчивые. Это как здесь тоже большая проблема. Это все там есть. Мутанты там живут, да? И поэтому это доказали, что это очень опасно. Они же проникают в грунтовые воды и попадают в пищу оборот человека. Что очень опасно. Поэтому запрещают с первого января в Германии это делать. Теперь в Германии новая проблема. Куда эти остатки делать? И как теперь-то проблему решать собираются? Первый лизин. А что еще делать? Остается только первой лизин. Ну понятно, то есть. Минуя все этапы, да? Да. Вот так делается в Германии. Понятно. Насколько экологичным будет вот этот забот? То есть каковы будут выбросы в атмосферу? Вот мы же говорим об экологичности, об экологической проблеме виловых полей, да? То есть и здесь вот насколько это, так скажем, уравновесит? А мы же не из выброса, понимаете? Да. Мы же не изжигаем. А что тогда? А что выбрасывается? И есть ли вреда? Нет, вреда нет. Выбрасываются именно где, скажем так, стандартные выхлопы, как, например, от генератора. Котловые газы. Котловые газы. Такие нормальные, как это везде делается. Мы же или не изжигаем здесь, или проходит эролиз и разлагается этот органик. На две части газ, чистый газ, да, и твёрдое вещество, художественное вещество. Поэтому этот завод, он нормальный, чистый газ. Там срочек пяти эмиссии, там газ, где-то тут нет. Вопросы есть, конечно, от рабочего, но они в ланках, в пределах, в пределах, в реках. Продолжение следует...